На площадке у Дома культуры села Верхний Юрт сегодня подводят итоги лета. Модели из кружка юных мастериц демонстрируют костюмы, которые сшили сами. А самых спортивных сельчан награждают грамотами и медалями за активное участие в летней оздоровительной кампании. На приклубной площадке всегда многолюдно. Сюда, кстати, любят приходить не только дети. От трех и до восьмидесяти. Вот здесь сидят у нас родители, бабушки, дедушки. Так что мы очень рады, что у нас есть детская такая площадка, приклубная площадка. Площадке возле Дома культуры шесть лет. А вот эту в глубине села установили совсем недавно. Всего же в округе за последнее время, благодаря помощи сочинских депутатов-единороссов, появилось пять детских площадок. Стоимость каждая, к слову, больше 150 тысяч. Появляются и вот такие комплексы для занятий воркаутом. Этот вид спорта основан на упражнениях, которые выполняются на турниках и брусьях. Сегодня в Сочи физической культурой и спортом активно занимаются порядка 40% жителей. И эта цифра, конечно, будет расти. В том числе, благодаря вот таким воркаут-площадкам, уже очень скоро таких по всему городу Сочи установят 86. Это инициатива мэра курорта Анатолия Пахомова. Часть программы по развитию массового спорта. Ну а так теперь выглядит центральная улица Верхнего Юрта. Абавяна – более 3,5 километров идеально ровного асфальта. Осталось залатать последние 200 квадратных метров. Работа уже почти закончена. На ремонт улицы из бюджета края выделили порядка 20 миллионов. Ну а переулок совхозный сделан силами жителей села. Так же, как и вот этот проулок. Активно решаются и вопросы с электроснабжением. Очень серьезная работа проведена по модернизации электрических сетей и замене столбов. На улицах Армянская, на переулке Комбинатовский, на переулке Черешневый, на улице Абавяна, на улице Леселидзе, на улице Джапаридзе. И еще на ряде улиц проулков были заменены. Где-то точечно, а где-то массировано столбы. Вот, например, улица Абавяна практически, наверное, больше 15 столбов, 20 было заменено. Газовики тоже не отстают. На желтые трубы в центре поселка уже нанесли свежую краску. Одним словом, работа в селе кипит. Получилось так, что мы сконцентрировали усилия на выполнении именно тех вопросов, которые жители задают на встречах. И под гидой главы города он ориентирует нас на то, чтобы мы выполняли именно не то, что решается в кабинетах, а то, что непосредственно мы берем с улиц, то, что мы берем на встречах с жителями. Наказы жителей в списке первостепенных задач рассказывают в администрации. Ведь за каждым малым делом удобство и комфорт каждого из селян.